Привет, друзья! Сегодня создадим простую визитку в программе CorelDRAW. На ее примере разберем важные правила дизайна, требования к макетам и печати. Простая визитка не значит скучная. Наоборот, если мы ограничиваем себя в дизайнерских средствах, то находим новые пути решения задач, ведь простое делать всегда сложнее. Видео рекомендую смотреть до конца, потому что на протяжении всего уроков рассказываю много полезной информации. Не пропустите, и мы переходим к практике. Мы находимся в программе. Лист создается по умолчанию четвертым форматом. И для визитки удобнее либо нарисовать прямоугольник в размер визитки, либо создать страницу по размеру визитки. Вариант второй удобнее, потому что это потом нам позволит удобнее работать с направляющими. Поэтому я создаю прямоугольник. Давайте будем вертикальную визитку делать 50 на 90. Нажимаю Enter. И двойной щелчок на инструменте прямоугольник создаст прямоугольник по размеру страницы. Понятно, что это относится не только к визитке. Вот есть наши ориентиры. Представим, что делаем персональную визитку для мастера на все руки Иванова Ивана. Мне удобнее работать таким образом. Я накидываю всю информацию, которую нужно будет разместить, расположить. Будь то визитка, будь то какая-то другая полиграфическая продукция. Это можно сделать из буфера обмена, если у вас информация находится, например, в Word. Я же возьму просто инструмент текст. Текст бывает в программе двух видов. Это фигурный и простой. Мы будем пользоваться фигурным текстом. Видите, курсор поменялся. Я просто щелкаю в пространстве, хоть на листе, хоть за краем листа. Щелкнула один раз. Набираю. Иванов. Иван. Дублируем либо заново. Можно просто заново набрать. Напишем телефон. Обратите внимание, нужно это сделать правильно. Плюс 7. Код оператора. Ну, допустим, 3 девятки. И оставшиеся цифры мы делим, чтобы удобно было запоминать. Допустим, 2, 2. 3 тройки. 2 единицы. И социальные сети. Пусть будут у этого мастера. Соцсеть ВКонтакте. И Инстаграм. Поэтому переключаемся на английский. Мастер. Мастер. Нижнее подчеркивание. Иван. Ива. Иванов. Ну и представим, что у него и ВКонтакте, и в Инстаграме. Инстаграм, насколько мне известно, обозначается собачкой. Такой адрес получилось. Занять. А, еще напишем должность. Должность. Мастер на все руки. Так. На русском. Мастер на все руки. Итак, это информация, которую нужно разместить на визитке. Потом мы, конечно, украсим, добавим знаки, телефон, логотипы социальных сетей. Друзья, когда вся информация перед глазами, мы создаем иерархию. То есть, что-то главное, что-то второстепенное. Что в нашем случае может быть главным? Я думаю, что это фамилия. Это телефон. Ну и социальные сети должны быть как-то однотипно обозначены. Поэтому начнем с социальных сетей. Я их выбираю вместе и одновременно уменьшаю. Примерно ставлю вот здесь. Пока что примерно, потому что это еще, конечно, не конец размещения. Так, Иванов и Иван можно, например, сделать в две строчки через Enter. Мастер на все руки будет тоже, конечно, я думаю, что мельче. И телефон. Пока что, друзья, мы это все примерно, потому что нам нельзя разместить важную информацию в край. Существует так называемая безопасная зона. Мне ее всегда удобнее для себя отметить направляющими. Для этого я пойду, вот видите, перекрестили линейк. Можно просто на линейке, на вертикальной, либо на горизонтальной щелкнуть правой клавиши мыши. Настройка направляющих. Оставим горизонтальный. По нолям и по краю страницы можно тоже оставить. Добавить. Здесь пишем 90. Добавить. Дальше безопасная зона по периметру 5 мм. Я расскажу немножко позже, что это такое. Поэтому 5, добавить. 0 у нас вот здесь, какая бы страница ни была, это левый нижний угол. 85. Внутрь сюда 5 мм добавить. И во вкладке вертикаль. Тоже по нолям. 0 добавить. 5 добавить. 45 добавить. И 50 добавить. Вот, друзья мои, мы обозначили то пространство, ту невидимую рамку, за которую важной информацией мы не можем заходить. Вообще-то, как минимум, нужно для того, чтобы любой макет, в нашем случае визитка, был аккуратный. Вы, наверное, замечали, что работу акварельную или графику, когда мы оформляем в паспорту, появляется рамочка, то работа сразу преображается. Ну и при производстве визитки, они печатаются не в единичном экземпляре, а на листе от третьего формата. И резы производятся ножом, который называется гильотином. И гильотина может гулять. Поэтому где-то прорежется вот здесь, где-то прорежется, допустим, немножко наоборот наружу. И поэтому размещаем мы всю информацию вот таким образом, как это нужно сделать. Друзья мои, сейчас мы еще докидаем и сделаем с помощью трассировки значки, чтобы уже нам точно иметь всю информацию, которую хотим разместить на нашей визитке. Конечно, социальные сети вы можете скачать на каких-то стоковых сайтах. Векторные иконки. Но я хочу вам показать такой инструмент программы, который называется трассировка. Предварительно в папку из интернета скачала вот Instagram, трубка телефона. И вот видите, даже можно в открытом доступе, это все есть векторные иконки социальных сетей, но наша задача рассмотреть трассировку. Поэтому я поверх программы открыла папку, где содержатся растровые картинки. Конечно, их лучше отфильтровать, чтобы они были крупные. И вот так закидываю методом перетаскивания в программу. Ну вот видите, они большие, конечно же. Это здорово. Немножко так отдаляемся. И покажу на примере, ну допустим, вот Instagram. Видите, когда выбрано растровое изображение, сверху возможность его трассировать. То есть перевести из растро вектор. Мы воспользуемся быстрой трассировкой. В этом уроке я, конечно, подробно вам ничего не рассказываю, просто знакомительно. Все уроки есть на канале. То есть вы можете просто нужный запрос набрать в поиске канала и посмотреть дополнительные уроки. Трассировка. Быстрая трассировка. Вот, пожалуйста, Instagram. Осталась растровая картинка. И видите уже вектор. Его нужно разгруппировать, отменить группировку полностью. Вот здесь, например, объект, который был рамкой убрать. То же самое проделать со всеми остальными. Иконками растр можно сразу удалить. Вот здесь будет немножко сложнее, но... Ну, в смысле сложнее, что быструю трассировку сейчас мы сделаем. И программа, то, что имитировала прозрачность, вот эти прямоугольнички, эти квадраты, да, шахматная доска, она тоже перевелась в объекты. Поэтому мы с шифтом возьмем черные объекты, вынесем на пространство, на какое-то отдельное. Это все удалим. Дел. Так, это не забывайте. Шифтом Ctrl-G сгруппировать, уменьшить. И уже размещаем по месту. И уменьшаем по размеру. Так, здесь надо сгруппировать пока что. Так, давайте сделаем группировку. И уменьшаем. Поскольку мы с вами создаем структуру, мы выделяем главное, то не нужно забывать про пустоты. Очень часто начинающие делают максимально крупно все и забывают про воздух. Лучше сделать информацию мельче, но через пустоту, чем мы все крупно, абсолютно равнозначно размещаем. Поэтому я предлагаю, как я начала это делать, выбрать какой-то, например, для вертикальной визитки шрифт достаточно жирный, высокий для фамилии и имя. Не буду сейчас тоже долго останавливаться на установке шрифта и так далее. Ну вот, 39. Давайте поставим для ровного счета. Допустим, 35 немножко помельче. Бебас не имеет строчных букв. Это тоже на это обратите внимание. Давайте тоже сделаем бебас жирным. Так, если это 35, то это, наверное, есть смысл. Давайте попробуем 20. Так, многовато. 16. Ну вот здесь, друзья, вы видите, визитка вертикальная, поэтому может быть самый простой вариант выровнять все по вертикали. Если вы какую-то диагональную композицию создаете, это, скорее всего, это чаще в горизонтальной визитке уместно и красиво смотрится, то мы размещаем текстовую информацию вот по внутренним направляющим. Я же, скорее всего, сделаю все по центру. Так, давайте уменьшим. Сделаем по размеру однотипно Инстаграм и ВКонтакте. Сейчас пока просто предварительно уменьшаем. И второй шрифт можно оставить либо Ариал, в принципе, он подходит, либо можно посмотреть шрифт с засечками. То есть мы всегда работаем на контрасте. Если есть, например, жирный высокий шрифт, то можно сделать и рубленый. Можно сделать, например, какой-нибудь шрифт с засечками. Но тоже не мудрство лукавое. Хочу вот такой какой-то. Вот, друзья мои, обратите внимание, сейчас у меня они разного размера. Я думаю, что тоже плодить не будем ни размера шрифтов, ни написания. Двух шрифтов достаточно по принципу контраста подобранных. И тоже возьмем все вместе и, допустим, поставим 9 пунктов на все вот эти строчки, которые маленькие. Ну и как-то давайте будем размещать информацию. Ну, допустим, вот так. Проверьте, можно удобно поставить привязку к направляющим. И я, допустим, вот спокойно могу, вот видите, выровнять телефон по правому краю. Этот информационный блок будет, например, выровнен по левому краю. Это тоже можно... Ну, я думаю, что давайте позволим себе немножко крупнее. Просто чтобы разница была очевидна, что вот это мелко. Это уже кто заинтересуется, позвонит, подпишется на социальные сети. Но самое главное, все-таки с человеком, с мастером связаться по телефону. И, друзья мои, вот эта информация. Тоже выровняем ее по правому краю и чуть уменьшим значки. По размеру почти 8 миллиметров. Я думаю, давайте оставим 7. Замок нажат, чтобы пропорционально изменять. 7, Enter. Инстаграм тоже будет 7. Здесь можно позволить себе немножко так разъехаться друг от друга. Так, друзья мои, вот этот размер 11 давайте сделаем. Этот тогда тоже сделаем 11 пунктов. Если это войдет. Ага, отлично. Значки чуть поменьше. Только уже вместе, потому что они одного размера. За угловой маркер. Итак, выравниваем. Выравниваем по центру. Вот это по центру. Дальше эти между собой по вертикали. И с шифтом, чтобы ушло ровно, поведем. Ну, здесь, наверное, друзья мои, нужно все-таки инстаграм длиннее получился. Поэтому я поставлю, вытянула из линейки направляющие. И с шифтом вот так этот текстовый блок сюда доведу. Это можно сгруппировать в Ctrl-G. Так, друзья мои, все-таки мне как-то очень кажется мало рамки. Я, наверное, поскромнее сделаю телефон, трубку телефона. Может быть. Давайте попробуем, чтобы я показала кое-какие моменты. Сделаем подложку черную. А мастерные все руки вытянем на передний план. Shift-Patch-Up. А вот это пусть будет черная. Так. Это белая. Ну, и, наверное, есть смысл. Тоже мастер сюда поставить. Друзья мои, еще расстояние между строчками очень большое. Even if you want. Выделила строчки. Вот. Текст. Меню работы с текстом. И расстояние между строчками. Вот так немножко подвинем. Ну, или можно отдельными строчками сделать. То есть зрительно смотрите все на отдаление. Чтобы все было гармонично. Можно направляющую убрать. Может быть, попробовать еще дополнительный дизайнерский элемент. Вот сюда продублировать какую-нибудь полосочку тонкую. Чтобы отделить вот этот подвал. Ну, оставим пока как есть. Друзья мои, с дизайном мы закончили и подытожим правила. Первое, основное, это иерархия. Мы выделяем главное и опускаем второстепенное. Каким образом? Размером. Написанием шрифта. Расположением в листе. Не забыть про воздух в макете. Это очень-очень важно. Правило номер два. Шрифты не плодим. Максимально два шрифта, но край три. Два из которых могут быть из одной гарнитуры. Учитываем технологию производства. Безопасная зона. Минимальный кегль. Выносы под обрез. И об этом в подробностях я буду рассказывать в следующей части урока. В следующей части урока покажу, как подготовим данную визитку в печать. Но прежде приглашаю пройти курс Коралл для полиграфии. Мы последовательно с самых азов освоим программу векторной графики Коралл Дром. И, конечно же, основной упор обучения – это полиграфия и подготовка в печать. Узнать подробности участия можно по первой ссылке в описании. Итак, давайте все лишнее закроем и готовим данную визитку в печать. Макет простой. Это у нас были такие условия игры, что мы используем только черный цвет. Поэтому можно просто двойным щелчком выбрать все, что есть на странице. Это векторные объекты, это текст, правая клавиша мыши преобразовать в кривую. Конечно, прямоугольники нам переводить в кривую не обязательно. Нужно переводить в кривые только шрифты. Но у нас здесь случай такой, что удобно выбрать все и перевести в кривые. Обязательно файл сохраняйте. Вот я еще не успела это сделать. То есть первое требование – это перевести шрифты в кривые. Следующее требование – вынос и подобрез. Если есть какие-то объекты, в нашем случае это векторные объекты, которые уходят в край, мы должны сделать вынос и подобрез. Можно организовать тоже направляющие. Для этого мы зайдем в направляющие. Добавлю 3 мм во все стороны достаточно. Добавлю вот здесь минус 3. Добавить. Здесь на самом деле в нашем случае не нужно по вертикали. Но коли мы находимся здесь, давайте я вам просто покажу. Получается 93. Добавить. Идем во вкладку вертикаль. Минус 3. Добавить. И 53. 53. И обязательно добавить. Так, не минус 53, а просто 53. Так, 53. Добавить. Это удалим. Итак, вот прямоугольник, который выходит в край. Мы тоже его утягиваем до направляющей. И вот здесь. До направляющей. Прямоугольник, который обозначает визитку, можно убрать. Удалить он нам не нужен. То есть вынос и подобрез мы сделали. Следующее требование – это все цвета должны быть в системе SMIC. Вообще, как нужно проверить себя? Давайте мы сохраним файл «Свойства документа». И вот здесь проверяем. Обязательно должна быть строчка. Текстовые объекты отсутствуют. Эффектов нет. Вот есть заливки. Система RGB должно быть все в SMIC. Это относится и к заливкам, и к абресам. Поэтому нам нужно все RGB перевести в систему SMIC. На самом деле здесь все просто. Я просто выделю вот этот объект. Сделаю его черным. Вот этот объект. Можно все разгруппировать. Я сейчас в тонкости не вдаюсь. По поводу поиска и автоматической замены. Нам пока достаточно того, что я вам показываю. Так, черный. Шифтом беру вот эти объекты черные. Не забываем сохранять. И снова проверяем. Файл «Свойства документа». Абресы SMIC. Заливки тоже SMIC. Эффектов нет. Текстовые объекты отсутствуют. И все хорошо. Можно выделить все вместе. Двойной щелчок. И сгруппировать. И, друзья мои, последнее пожелание по подготовке в печать. Это уточнить в той типографии, где вы будете печатать, как у них печатается черный цвет. То есть черный цвет может быть составной. А может быть, как в моем случае, это просто черная краска. Вот видите, у меня цвет. Вот, 0, 0, 0, 100. Это вы уточнить уже по месту. Друзья мои, обращая особое ваше внимание на то, что в данной визитке я не использовала никакие эффекты, не встраивала растровые изображения, приходите на курс и узнайте все тонкости, которых осталось много за бортом. Про лайки, комментарии, подписки здесь и в соцсетях вы все знаете самостоятельно. Жду вас. Спасибо за внимание. Увидимся. Всем пока.